Я приглашаю спикера. Это центр современного образования Мобиус, Ольга Малышенко. Тема «Как успешно поступить на бюджетное обучение в лучшие вузы страны». Четыре года назад мы открыли центр образовательный, который называется Мобиус, и занялись темой подготовки ребят, старшеклассников к экзаменам, к УГ и ЕГЭ. Чем больше мы работали, чем больше погружались в эту тему, видели, как сложно действительно, как сложен мир вокруг, как сложно сейчас понимать вообще, какое образование необходимо, как его получить. То есть все очень сильно усложняется. И детям страшно, а родителям еще страшнее. Вот скажите, да, родители старшеклассников, прямо тревожно становится. И самое главное, чего хотят родители, это быть действительно хорошим родителем. А для этого мы чувствуем себя ответственными и хотим действительно помочь выбрать своему ребенку действительно тот путь, который ему поможет в жизни. Поэтому два года назад мы открыли лицей для десятых и одиннадцатых классов, где помогаем ребятам не просто получить образование, потому что вот эта тема поколения, когда надо получить диплом для того, чтобы он был, а там дальше уже можно, ну точно ты какой-то реализованный человек в жизни, да, если у тебя есть диплом. Мы-то сами понимаем, что это неправда, да. А дети тем более видят, что это неправда. И первое, с чего нужно начать, ко мне спрашивают, как сделать так, чтобы ребенок поступил на бюджет и получил все возможности образовательной системы, которая у нас есть. Я говорю, вы не поверите. Он должен хорошо учиться. Я говорю, вы не поверите, но немножко не то. Первое, что необходимо ребенку, это получить вдохновляющую его цель. Вернее, не получить, а открыть в себе вдохновляющую цель для того, чтобы образование стало средством достижения этой цели, достижения этой мечты. Вот тогда, поверьте, вам не нужно будет мотивировать своего ребенка учиться вообще никогда и ни разу. Все, что вам нужно будет делать, периодически вспоминать с ним, насколько классная и вдохновляющая его цель, насколько круто будет, когда он ее достигнет, насколько счастлив он будет в своей жизни от того, что он самореализован, от того, что он действительно приносит в этот мир нечто ценное. Вот об этом был лицей. О том, чтобы сначала, когда к нам приходят десятиклассники, прозвучала тема профориентации. Прозвучала моя коллега Екатерина, она после меня расскажет о том, как проходит, в чем смысл профориентации. Но сначала ребенок в нашем лице действительно открывает для себя эту цель, исходя из множества факторов и желаний, и способностей, и окружающего его мира, и потребностей рынка, всего-всего-всего, всех этих факторов. И затем только мы строим так называемый образовательный маршрут, такую цепочку действий, цепочку дополнительного образования, основного образования, куда поступать, как поступать и так далее, и так далее. Это все становится совершенно понятным, когда есть вот эта действительно вдохновляющая ребенка цель. Самая большая проблема, которой сталкиваются старшеклассники, что времени очень мало на подготовку, а сделать нужно, а перевернуть там горы, как этой золушки, посадить 40 розовых кустов, перебрать там чечевицу, фасоль и все остальное, и все это за час еще успеть на бал, еще успеть поступить в институт. Это действительно большая проблема, и поэтому мы сделали так называемое оптимизированное школьное образование. То есть мы совместили и общеобразовательную программу, и подготовку по экзаменам, из которых состоит образовательная траектория ребенка, которые ему нужны для того, чтобы поступить в ВУЗ. Таким образом, наши старшеклассники, приходя в лицей в 9 утра и уходя из него в 3-4 часа дня, уже считайте, что побывали и в школе, и у репетиторов, и везде-везде-везде, и уже вернулись домой и спокойно могут заниматься тем, что им нравится, тем, что они хотят сделать домашнее задание, и быть увлеченным, и продолжать свои занятия, которые, кстати, в старших классах очень быстро отменяются. Спорт, творчество, все-все-все, это все мы вычеркнули, пока ты не поступишь. Так вот, наши дети это не вычеркивают, а многие даже добавляют. И, конечно же, ребенок это все-таки не взрослый. Вы знаете, кстати, что с открытием машин МРТ ученые получили доступ к исследованиям мозга, и еще совсем недавно считалось, что ребенок в подростковом возрасте уже вполне себе взрослый человек, давай-ка, принимай решения, двигайся дальше. На самом деле мозг созревает ребенка только к 25 годам. И только в 25, представьте себе, парадокс этой ситуации, созревают те части мозга, которые ответственны за постановку цели. Поэтому ему обязательно нужны проводники, ему нужны люди, которые сопровождают его в этом нелегком пути. Поэтому в лицее у нас есть наставники, это такие а-ля красные руководители, которые помогают ребенку справиться со сложностями в образовательном процессе, с прокрастинацией пресловутой, когда ты выпал, когда забыл, когда друзья стали важнее, чем твоя цель и так далее. Есть тьютеры. Тьютеры это люди, которые помогают определить профессиональный путь в дальнейшем, выстроить образовательную траекторию, подыскать и вузы. Есть ученики, уже выпускники вуза, которые учатся за границей, в крупных вузах России, в Крыму. Соответственно, мы понимаем, о чем говорим, что такое образовательная траектория, как по ней идти. Собственно говоря, тьютер это человек, который помогает ребенку, вдохновитель, скажем так. Поэтому у нас практика тьютериалов, это такие тренинги личностного роста, где ребенок получает не просто профориентацию, а еще и навыки, так называемые софт-скиллы, которые в нашей жизни, согласитесь, уметь выстраивать отношения с людьми, обладать критическим мышлением, креативностью, гораздо бывают важнее, чем на самом деле даже насколько правильен твой выбор. Меня, кстати, поразило, как я всегда люблю собирать такие истории предыдущего оратора, который сказал, у меня математическое образование, но при этом я владелец бизнеса, и вот это очень круто. Кстати, мой партнер по бизнесу, он по образованию физик, и мы чудесно ведем бизнес, и сейчас вот это для кого-то образование, для детей прямо очень горящий вопрос, ловит очень, обратить внимание, это фундаментальное так называемое образование, математика, физика, наука дальше и так далее. Вот эта история лицея, это история, где ребенок действительно приходит, и можно сказать, мы мечтали и воплощаем это в жизнь, историю старшеклассник-абитуриент. То есть мы приучаем ребят к тому, что они уже абитуриенты. Они, например, у нас нет в лицее двоек, вернее, двойки есть за плохо сделанную работу, а если ты ее не сделал, то ставится неаттестация. То есть это значит, ты должен найти, понимаете, как мы в институтах учились, найти должен препода, да, и перезнать эту неаттестацию, иначе никто тебе не поставит зачет, и все, и ты не сможешь дальше двигаться. Очень интересно, спасибо. Да, пожалуйста, если кому действительно нужно, кто-то хотел бы определить ребенка в нашей цели, очень интересный, позитивный такой выступление, недоклад я назову, активный, так вот просто вы держите публику, респект. Спасибо большое. Очень интересно. Я, честно сказать, думал, что такой подход, вот прям с тьюторами, с менторами, вот такое сопровождение, это очень важно сегодня. Единственное, вот вы говорите, поставить ребенку цель. Он ставит сам цель. Он ставит. Но с какого возраста, на ваш взгляд, он может поставить эту цель? Знаете, мне нравятся философы, говорят, да, 25 лет вроде бы ребенок созревает, ну не ребенок, уже взрослый созревает, потому что, но превентивные меры-то никто не отменял, то есть он же не может 25 лет проснуться и такой апгрейд произойти. Нужна предварительная вещь. Вот подростковый возраст. С какого возраста ребенок начинает? С 15 лет, 14-15 лет, когда, давайте учтем, что сейчас дети быстрее развиваются, да, и вот 14-15 лет, когда начинается вот этот вот запрос на развитие критического мышления, вот тогда случается первый кризис образовательный, такой серьезный, когда ребенок говорит, и зачем я хожу в школу? Вот что я ежедневно столько сил трачу, на что? С какой целью? Где, да, финал этого всего и будет ли, как в сказке, счастливый конец? И вот в этом кризис, хорошо, когда, это как раз 10-й класс, хорошо, когда появляются сопровождающие его тренеры, тьютеры. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok